В эфире выпуск новостей в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! Итоги этого дня подведем прямо сейчас. Экс-директора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба предприятию на сумму свыше 30 миллионов рублей. По версии следствия, Владимир Лебедев, будучи генеральным директором завода, продавал тракторы коммерческой фирме по цене ниже их стоимости. Кроме того, этой же компании он дал приоритетное право на реализацию продукции Ковровского предприятия и созданию дилерской сети. По домашним арестам Владимир Лебедев пробудет почти два месяца до 11 октября. В Юрьевпольском районе за срыв сроков при строительстве ФАПов на 300 тысяч рублей оштрафовали недобросовестного подрядчика. Финансовых санкций для фирмы «Спектр» добилась прокуратура. В рамках нацпроекта здравоохранения до конца прошлого года в Юрьевпольском районе должно было появиться пять фельдшерско-акушерских пунктов. Компания-подрядчик заключила контракт с госучреждением «Облстройзаказчик». Работы должны были завершить до 31 декабря, но сроки были нарушены. В июне за невыполнение условий контракта против подрядчика возбудили административное дело. Сейчас все ФАПы уже ввели в эксплуатацию. В пандемию COVID-19 они каждый день на передовой. Врачи круглосуточно борются за жизни пациентов. Сегодня Владимир Сипягин наградил медиков региона, проявивших самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Подробности в нашем материале. Врачи 6-й городской больницы трудятся в инфекционном госпитале с апреля прошлого года. Круглосуточно, забыв про усталость и неудобства, они спасают тяжело больных пациентов. Проводить целый день в защитном костюме особенно трудно в жару. По словам Дмитрия Митрофанова, за 40 лет работы с такими тяжелыми условиями еще сталкиваться не приходилось. Медик уже сбился со счету, сколько суток он провел в красной зоне. Любое дежурство – это испытание, где идет борьба между жизнью и смертью. Ну, печально. Конечно, вот каждую утрату переносишь тяжело. Независимо от того, молодой это или престарелый. Ну, в данный момент в госпитале все места практически заняты. Идет текущая работа. По сравнению, например, с двумя-тремя месяцами назад, конечно, на оплату народу очень много. За исполнение профессионального долга в условиях ковида Дмитрий Митрофанов получил награду лично из рук Владимира Сипягина. Губернатор вручил доктору медаль Орлова за медицинскую доблесть. Ее учредили в конце прошлого года специально для врачей, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией. Ее обладателями уже стали более 100 человек. И удостоится этой награды большая честь для каждого профессионала. Низкий вам поклон, уважаемые медицинские работники, за вашу отвагу и доблесть, за многие тысячи спасенных жизней и за возвращенное десяткам тысяч людям здоровья. Сегодня врачи, фельдшеры и медсестры также получили медали Русской Православной Церкви Патриаршая Благодарность. Наравне с ними наградами отметили священнослужителей. Клирик Валерий Сопрыкин причащал людей в красной зоне. Я ничего не вижу из такого героического что-либо, что мы делаем. Это наша жизнь, наше служение. Любой священник. Все мы так же ходим, все мы одинаковые. Мы всегда ходим, даже мы особо не разбираемся. Люди больные, не больные, но мы всегда должны быть с ними постоянно. Митрополит Владимирский Суздальский Тихон добавил, что служители церкви сотрудничают с медицинскими учреждениями. Врачи часто приглашают священников к пациентам. Такие встречи обязательно проходят с соблюдением всех мер безопасности. Сейчас священники работают уже безопасно, можно сказать, и сестры милосердия, и никаких потерь нет. А вот, к сожалению, в самом начале этой эпидемии у нас священник умер, Константин, в Коврове, который посетил военнослужащего и заразился. Всего наградами отметили 34 человека. Каждый из них – герой нашего времени. Илья Лопушенко, Елена Павлова и Дмитрий Монапов. 189 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в регионе. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 46,5 тысяч человек. С начала года бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому получили больше 30 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Область получила несколько денежных траншей на общую сумму более 120 миллионов рублей. Необходимые медикаменты закуплены и выдаются пациентам по медицинским показаниям. В 2020 году на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, было направлено почти 110 миллионов рублей. 79 из них – из федерального бюджета. Реконструкция Ковровской районной больницы стала причиной для противостояния властей и местных жителей. А все из-за беспочвенных слухов, в которые люди не только поверили, но и решили тиражировать, игнорируя слова самих медиков. Подробнее о ситуации, развернувшейся в поселке Мелехово, в материале моих коллег. Вот это крыло двухэтажное, будет надстроен третий этаж, будет совершенно отдельная входная группа, и это крыло будет занимать детское поликлиническое отделение. Здание районной больницы построено в 1962 году и давно нуждалось в ремонте. Новый проект уже одобрен, но с условием. Чтобы в срок выполнить работы, больницу нужно временно закрыть. В контракте строителей речь идет о 15 месяцах. Обрежем все сети. Понимаете, здание будет обесточено в качестве инженерных, коммунальных сетей даже. На приеме жители это никак не скажется. Врачи просто переедут. Об этом местным сообщали уже не раз. Сами медики и районные власти. Но жители предпочитают верить слухам. Самый популярный, что больницу закрывают насовсем. Больные люди, вот слухами пользуются, вот попасть. Клавдия Алексеевна о закрытии больницы узнала от знакомой. Теперь опасается, лечиться будет негде. Нужно ехать в Весино. Это шутка. Вы подумайте, вот съездите в Весино или тот же Ковров. Но на самом деле все не так. Специалисты первой необходимости переедут в ближайший кабинет на Советской улице. Еще часть медиков разместятся в новых кабинетах ФАПа поселка Первомайский. До него всего пять минут езды, автобус ходит каждый час. О недовольстве людей узнал губернатор. Но избежать закрытия больницы нельзя. Застройщик утверждает, что это опасно для врачей и для пациентов. Здесь устраивается новая канализация. Здесь проходит водопровод. Здесь демонтируется существующая канализация, которая находится на месте прохода основных жителей. Здесь устраивается вод. Три или четыре кабеля идет электрических. Одно это астрономаторная подстанция, которая устраивается с этой стороны. Оставить рабочими часть кабинетов можно. Но тогда сроки работ затянутся с полутора до трех лет. Региону это грозит потери федеральных денег. Неиспользованные средства, это порядка 300 миллионов рублей, придется вернуть. Если мы хотим это растянуть, то нужно сразу предполагать, что это будет еще больше неудобств на большее время. Глава региона после двухчасового обсуждения предложил единственный возможный вариант – встретиться с жителями и найти компромисс. В частности, речь идет о предоставлении транспорта, чтобы попасть на прием узких специалистов. Кабинеты для них ищут в Коврове и Доброграде. Еще часть медиков будут вести прием в мобильных комплексах. Вот у нас два пути. Мы сейчас замораживаем стройку, и она, возможно, никогда не начнется больше. Потому что федеральные деньги уйдут. Надо прямо им в глаза сказать. Второй вариант – это сейчас мы краткосрочно решаем проблему об организации транспорта. Пожалуйста, я открыт. Я говорю, денег надо? Пожалуйста. Социальные службы дополнительные автобусы? Пожалуйста. Решим вопрос. Жителям глава региона просил напомнить – новый комплекс позволит в три раза увеличить прием граждан. Будет построено новое крыльцо, появятся два лифта. Вместо одного рентген-кабинета оборудуют сразу три и оснастят современной техникой. Но все это только при условии, что работы начнутся до конца этого года. Ольга Ельфимова, Евгения Волкова и Андрей Беляков. Целых три дня без воды провели жители села Шахабалова и Ревпольского района. Чтобы приготовить еду и помыться, людям приходилось ездить в соседние деревни. Почти тысячи человек были вынуждены терпеть неудобства. Доставку воды из районного центра они получили только на вторые сутки. Но использовать ее в пищу жители не рискнули. В канистрах была желтая жидкость. Сейчас в дома и квартиры поступает хорошая чистая вода. Только сельчане обеспокоены тем, что история может повториться. Случаи с неполадками на водопроводе уже возникали. Она очень часто идет грязная вода. Просто ржавая. Непригодная ни для мытья, ни для питья. У нас вся сантехника ломается в первую очередь из-за воды. И люди болеют в первую очередь из-за воды. Нужно просто новую скважину. Новую скважину нужно пробурить. На водопроводе случилась аварийная ситуация, говорят в администрации. Устранить ее рабочие смогли за один день. Что касается общего состояния воды, то примеси и попытнения появляются в ней только после выполнения технических работ. Муниципальное образование у нас не занимается водоснабжением. Согласно закону, это полномочия районов. Но, тем не менее, работаем мы в связке, все проблемы знаем. И стараемся как бы объективно и с жителем и объяснять, и доводить свое время. На данный момент свежих обала вода на постоянной основе. Чистая вода, соответствующая, практически отвечающая по анализам нормальной питьевой воде. Жители новостроек в микрорайоне Юрьевец жалуются на состояние единственной дороги до ближайшей школы. Через две недели их детям придется идти три километра пешком через поле, по лужам и грязи. Сколько еще ждать новоселам благоустройства их района, разбирался Игорь Липский. Микрорайон Юрьевец улица Всесвятская. Именно здесь заканчивается асфальтовое покрытие и начинается грунтовая дорога. Долгожданное событие – покупка новой квартиры превратилась для местных жителей в настоящее испытание. Из комфортных условий здесь только новостройки. Накануне нового учебного года жители микрорайона Юрьевец просят власти обратить на них внимание. Три километра пешком до ближайшей школы их детям придется идти буквально по полю. Как вот они пойдут по этой дороге? Как я их отправлю? Смотрите, грязь, освещения нету. В общем, ее назвать дорогой нельзя. Семья Кошелевых отметила новоселье в пятиэтажке на Всесвятской больше года назад. За это время Наталья вместе с тремя детьми столкнулась со всеми прелестями нового микрорайона. Дети учились в том году во вторую смену, они уходили в школу в час, возвращались в пять часов вечера, когда уже темно. Дети идут в школу, вязнут вот в грязи, приходят в школу, все грязные. Заложниками дорожной проблемы стали жители сразу трех-пятиэтажек по улице Всесвятской. А это больше трехсот человек. Виталий Макаров и вовсе всю зиму не водил своих младших детей в детский садик. Говорит, даже спецтехника проезжала здесь с трудом. Как пережить очередную зиму, семья не знает. У нас ни на санках, ни на колясках не получается, потому что проехать вообще невозможно, особенно когда зимой снегопад был. Я с работы возвращался от остановки, 900 метров, с ноябрь до дома, 40 минут шел. То есть я не шел, а полз. Другой путь до цивилизации через улицу Рождественская, но и по ней добраться до ближайшего магазина – задача не из легких. В 9 часов вечера я возвращаюсь. Здесь темно, ни одного фонаря. Страшно. Поле, собаки большие ходят, дикие здесь и бегают. И мне приходится вызывать такси, чтобы участок, я добралась до дома. Причем этот путь даже не числится в планах у строителей, говорят жители. А щебенку здесь насыпали сами рабочие. Поэтому жители всячески пытаются сократить путь до магазина. Даже проложили свою народную тропку через соседнее поле. Жители Юревца неоднократно обращались в администрацию города с просьбой, как можно быстрее решить их проблему. Но ответ мэрия их не устроил. Наступление даты мы получили, то есть отписка о том, что возможности у города нет сделать нам дорогу и переносится все на 2023-2024 год. В этом году чиновники планируют лишь разработать проект будущей дороги и пройти экспертизу. Но можно ли ускорить процесс, оперативно дать ответ в администрации города не смогли. Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин. Больше 10 лет приют «Теплый дом» в Камешковском районе поддерживает тех, кто остался без крыши над головой. В здании могут одновременно проживать 20 человек, но из-за необходимости в ремонте это количество сократилось вдвое. В приюте прогнили перекрытие крыши и сломалась канализация. Учреждению срочно нужна помощь, чтобы в холодное время постояльцы могли находиться в тепле. Все подробности в материале Елены Павловой. Вот так теперь выглядит спальня постояльцев приюта. Здесь необходимо заменить пол, почистить колодец и отремонтировать сантехнику. Туалет временно пришлось вынести на улицу. Разводы на стенах и потрескавшаяся краска на кухне появились во время дождей. Перекрытие крыши прогнили. Крыша старая, шиферная. Если в спальном помещении мы поменяли кровлю, там металлопрофиль, а здесь остался шифер. Летом количество постояльцев всегда сокращается. Сейчас в приюте живут 4 человека. У каждого своя история. Вячеслав Муратов приехал в Собинский район из Мордовии на заработки. Работу потерял во время болезни. Из-за проблем со здоровьем устроиться в новое место мужчина не смог и стал жить в приюте. Хорошо или нехорошо, трудно ведь определить. Живем, есть что поесть, во что одеться. По хозяйству какие-то дела есть, самообслуживание. И на территории убирать там. Вячеслав не отчаивается. Параллельно со всеми делами по приюту пенсионер занимается разведением червей и производством биогумуса. Готовые насекомые, удобрения идут на продажу. Сейчас это все будет просеиваться и отправляться. Потом новый на основе торпа субстрат делается и туда запускается червей. Раскопы размножаются. Все полученные деньги с продаж тратят на еду и ремонт. Но их недостаточно. Еще не закончено строительство дополнительного дома для постояльцев. В нем должна появиться столовая, спальня, санузел и котельная. Нужны, конечно, какие-то и вложения, и руки. Нужна помощь. Помогают волонтеры. Очень много. Здорово. Помогают волонтеры. Помогают различные некоммерческие организации. Дом НКО. Не забывают нас постоянно. Приезжают. Волонтеры помогают приюту, продуктами и одеждой. Часто приезжает сюда Ольга Задорина. Узнав о потребности в капитальном ремонте, доброволец предложила организовать сбор средств. Этот проект сейчас в основном в фокусе, потому что в нем больше нужд. Потому что если сейчас не провести его в порядок, просто здесь люди не смогут находиться через какое-то время уже. А зима близко. Зимой здесь больше людей. До 20 как минимум. И просто приют не сможет функционировать. А в городе очень много бездомных. Теплый дом будет рад любой помощи. Желающие могут принести для постояльцев продукты, одежду и медикаменты. Особенно сейчас необходимы средства, материалы и рабочие для ремонта приюта. Подробную информацию и реквизиты можно посмотреть в социальных сетях и узнать по номеру волонтеров. Елена Павлова, Вячеслав Сноровкин. Из Токио вернулись участники и победители Олимпийских игр. Александр Карцев и Ангелина Мельникова. Сегодня они встретились с коллективом и воспитанниками Владимирской спортивной школы имени Толкачева. Девочки окружили Ангелину. Именно она возглавила женскую сборную, которая впервые в истории выиграла золото на Олимпийских играх. Там девушка представляла родную Воронежскую и Владимирскую области. Ведь в школе имени Толкачева она провела большую часть тренировок, в том числе во время пандемии. Мне хотелось бы сказать вообще большое спасибо городу Владимиру за то, что меня сюда позвали. Огромное спасибо за такую колоссальную поддержку. Для меня просто, наверное, честь быть частью Владимирской школы. Приветствовал вернувшихся спортсменов и глава региона. От Владимира Сипягина Ангелина за победу своей команды получила 2,5 миллиона рублей. Александру Карцеву, который вошел в основной состав мужской сборной, вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время для гимнаста подберут служебную квартиру, чтобы ничто не отвлекало его от подготовки к следующим Олимпийским играм в Париже. На Олимпиаде он также представлял Владимирскую область, хотя сам родом из Иваново. Владимир он переехал, чтобы тренироваться в Кузнице чемпионов. Объясняет, впереди много работы. Я могу сказать, что по собране подходить, наверное, даже не к подготовке, а как-то немного по-другому готовиться перед стартом, перед самим выходом на помост. И усложнять базу в первую очередь. Будет база, будут и медали. В Центральном парке культуры и отдыха открылась выставка, посвященная советской милиции. Экспозиция размещена в музее советского детства. Небольшой опорный пункт воссоздали до мелочей. В нем посетители могут не только посмотреть на экспонаты, но потрогать и даже примерить. Подробности в нашем репортаже. Отправляю опергруппу. По опергруппу, по вчерашнему адресу на выезд. До ложечки прийти. Знамена, плакаты, папки дел на столе. Этот опорный пункт милиции воссоздан до мелочей. Здесь реалистично все. На входе встречает дежурный сотрудник в форме образца 1969 года. Выглаженный мундир со знаками отличия, фуражка, портупея. Образ создан по архивным документам и выверен до деталей. Реакция у людей достаточно смешная, так сказать. Но большинству нравится, особенно старому поколению, которые или сами служили в органах, или жили в Советском Союзе, в которых осталось теплое воспоминание о работе органов тех лет. То есть они максимально позитивно, лояльно к этому относятся. То есть какие-то свои истории рассказывают, охотно фотографируются, делятся каким-то опытом, так сказать. И некоторые приносят свои реквизиты, экспонаты. То есть у нас музей постоянно пополняется. Комнату милиции создали участники военно-исторического клуба «Владимирская милиция». Её декорировали, основываясь на архивных фотографиях и рассказах очевидцев. Советский реквизит собирали по всей стране, у частных коллекционеров и на барахолках. Здесь есть всё от полевого телефона до автомата Калашникова. А этот витраж применялся при разгоне массовых беспорядков. От пули он не защищал, конечно, но от камней, бутылок и прочего давал хорошую защиту. Выставка интерактивная. Посетители могут примерить форму следователя, попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также пообщаться с экскурсоводом в погонах. Мы объединились, так скажем, сделали коллаборацию с ребятами, которые активно занимаются реконструкцией советской милиции, форма, оружие. Можно потрогать, посмотреть, можно узнать много историй. Мы надеемся, что это привлечёт достаточно много аудитории. Почувствовать себя в детективном фильме может каждый. Организаторы выставки планируют запустить квесты. По сценарию опергруппа с участниками будет выезжать на место преступления. В криминалистическом чемодане порошок для снятия отпечатков пальцев, плёнка для фотоаппарата, лупы, сюжет по всем канонам криминалистики. Информацию о выставке можно найти на сайте Центрального парка культуры и отдыха или узнать по телефону. Оксана Любимова, Лариса Янковская и Вячеслав Сноровкин. На этом у меня всё. Спасибо, что были с нами. Если вам есть чем поделиться или нужна наша помощь, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Не забывайте, что заболеваемость коронавирусом в регионе остаётся высокой. Сделайте приивку от COVID-19. Берегите себя и своих близких.